Как неожиданно и приятно. После нерфов шансы заиграть появились даже у давно позабытого класса, которому пора бы уже поразносить пару-тройку портретов. Первый геймплей после очередных нерфов и это темпа воин. Страшно и очень интересно. Всего 5920 пыли и просто куча темпа и огневой мощи. Выигрывать мы собираемся за счет прокачки наших раненых и не очень существ при помощи очень сильных экстракторов аниме и усиленных топоров. А завершать партию мы готовимся через проклятых безумцев с такой интересной механикой как рывок, либо ольгрой. Если вы хотите произвести какие-либо замены, грома Шереморния с удовольствием поприветствуют вас. Но я играл без них. Может быть потом протестим. По мулигану всегда оставляйте экстракторов, посланников и повара для темпа. В остальном я бы не сбрасывал рокару. По геймплею нашей основной целью является как можно более сильная прокачка стола и закрепление на нем. Потому что этот вар может так сильно раскачать своих существ за малое количество времени, что застать врасплох оппонентов не составит труда. Сейчас покажу. Ну а если геймплей вам понравится и окажется полезным, буду очень благодарен вашему лайку и подпиской на канал, если вы еще не подписаны. А за микрофоном как всегда плагиат, и мы начинаем. Эрдстоун Эрдстоун это кокаина, который по сути зарабатывают только Близзы. Баттлпассы, рунные камни и сплошная косметика. Коллекции карт, которые люди собирают за десятки тысяч рублей, потом продаются за копейки на сторонних сайтах. Ну разве это жизнь? То ли дело кокаи по типу Gods Unchained. Мы ее недавно стримили, да и Фен о ней вам 100% уже не раз рассказывал. Лутаешь картинки и потом можешь без проблем заработать на их продаже. Все как в старые добрые времена с мотыгой и покемонами. Я же расскажу вам об одном очень амбициозном проекте под названием Boar War. Авторы которой вдохновлялись ХСом и Гвинтом и перенесли это все на NFT-полигон. Boar War это пошаговая карточная игра, выполненная в стиле классических игрушек 90-х. Значит берешь кабанчика, их на старте прямо сейчас имеется 8 тысяч в NFT-шках. И бежишь кабанчиком разносить оппонентов на 5 разных уровнях сложности, по ходу дела лутая все больше картиночек, которые потом естественно сможешь продать. А не просто копить, непонятно зачем, постепенно накапливая их в вольном формате. Чтобы ворваться к кабанам в таверну, нужно будет залутать сами карточки, которые вы сможете приобрести на сайте кабанов, используя мой реферальный код Plagiat, чтобы сразу же получить кэшбэк. Либо на маркетплейсе OpenSea. Чем выше вы заберетесь по таблице лидеров, тем больше наград залутайте. А больше наград равно больше карт. И как итог, больше эфиров. Налетайте пока не поздно. Напугать незнакомыми словами я вас не буду. Если вы не особо шарите за весь движ, в чем я не сомневаюсь, но вам очень интересно узнать поподробнее, вступайте в дискорд проект, либо приходите на мой стрим по кабанам в ближайшее время, где сами своими глазами сможете убедиться, насколько карточные NFT игры классная тема. Никакого скама, ставлю свою 6-летнюю репутацию на ютубе. Ну а чтобы окончательно вас завлечь, если вы ни в какую не хотите лутать начальные карты кабанов за свои кровные, мы вместе с разработчиками разыграем карты между всеми зрителями. Так что подрубайте свою удачу на максимум и увидимся в кабане таверне. Все полезные ссылки вы найдете в описании. Всем привет, приветствую вас на моем канале, за микрофоном и качество плагиат. Как всегда играем на невероятно крутых колодах, но сегодня мы будем на таком исполнять. В принципе, этот смертельный номер не советую повторять никому, потому что реально будет страшно. Попались мы сразу же на одного из самых жестких чуваков. Мне кажется, мне кажется, что реально на одного из самых жестких. Кстати, использовать сейчас не буду эту штуку, чтобы он двоечку не дал. Сейчас по экстрактору и он бы не отъехал сразу же. Собственно, играть мы сегодня будем на том, на чем вы давно просили. Это воин. Ну вам кажется, плагать еще. Твой воин кал. И то, что ты нам сейчас пытаешься втюхать, это вообще ерунда. Не надо ля-ля. На самом деле, мы с вами сегодня играем на такой машине, которая перевернет мету, уж поверьте. Собственно, играем мы на темповаре. Темповар, который, конечно, реморнию не играет, потому что реморния, это я больше, мне кажется... Эта штука больше относится к какому-то такому ОТК-архетипу воинов. Но, ё-моё, чё сейчас будем исполнять? Вы бы знали. Если бы вы знали, вы бы не знали. А если бы знали, то не знали. Ладно, хватит путать народ. Харая уже, братишка. Давай уже рокарочку выставлять и показывать лютый класс. Я уже не маленькая и могу сражаться. Погнали качать наших существ. Попробуем темпом переехать шамана. Нерфы сделали так, что там эти ледышки уже не бафаются. Так что на старе мы постоим. На старе мы нормально так припаркуемся. Но ненадолго. Но ненадолго. Так, давай сделаем вот так. Ой, блин, сейчас надо думать. Думать не особо люблю иногда. Ну да, в принципе... В принципе, я считаю, что натиск выдать стоит этому персонажу. И немножко даже, возможно... Не, я думаю, что достаточно. Две карточки с него золотать, это вообще более чем пойдёт. Думаю, что это тоже у нас тема. Погнали разносить лицо на неожиданности! Хэштег. Война неожиданности. Вообще неожиданно сейчас в ладере воинов встретить. Особенно такого бешеногу. Но, чел, смотри. Находишь хоть что-то, панишь у тебя. Сразу же усиленным топором. Ну вот, кстати, из всех бафов, которые дали натисквару за последние патчи, баф усиленного топора, это, наверное, самая жёсткая тема вообще. 3-5 пон. Не знаю. Ну, пожалуйста, сделай хрень какую-то за 6 маны полную. Ну да, верим все. Так, ладно. Это опасная тема очень. Несёт и не заметит, как говорится. Так, сколько у нас демеджа вообще? Так, тут у нас получается... Обидно, что бешенство уничтожает существо противника. Вообще, капец, вы бы знали как. Выбор сложный, реально. Тут такой кружащийся боец офигенный был просто. Это кружащийся пипец. Я бы даже сказал. Здесь точно будет такой бэмс. Тут точно будет... Такой бэмс. Только сначала надо было, конечно же, добраться. Ооо, проклятый безумец есть хорош. Точно будем такой бэмс делать. Просто, чтобы забафать этот стол. Непосредственно плюс, соответственно. Думаю, что нам нужно проносить как можно больше демеджа. Просто до усрачки урона нужно дать ему. Естественно, мы просто вот так вот проносим. Добрый день. Посмотрим, посмотрим. Получится его донести при помощи проклятого безумца или нет. Пока выглядит как... Выглядит как по шансам. Так, смотрите. Ставлю... Низаю сюда. То есть он получает плюс... Ну будет 5 урона. 7 урона. Лицо я себе заморозил, потому что я умный. И делаю все правильно, как говорится. Уф, фуракарочка есть. Что за сосочка дев... Девочка такая замечательная. Ну вообще, что я думаю надо сделать? Надо поставить просто... Вот этого разъяренного берсерка. Армарапнуться. Искать, братишка, делай с моим столом... Все, что ты захочешь. Я люблю такое. Окей, попугай уже не сработает. Потому что боевой клич после Стража Снегопада был сыгран. Хочет ударить. Ну да. Очень хорошо. Очень много урона до сих пор. Ну консить. Кайфую вообще. Ага. Так. 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 Еще заморозка есть или что? Прикинь лицо, когда тебе грязный повар леталит. Как же он таунт хочет найти или рывок, или натиск, или хоть что-то? Ооо. Что? Ладно, я делал вид, что он типа выиграл на самом деле. Там вообще без вариантов. Зачем? Подожди. Окей, брат, а повар как умрет? Честное слово, это не актеры. Я не понимаю, почему он не разбился. Ладно, пропустим это. Там летал был все равно. Итак, попались с вами на друида? Полностью готов смешать его с говном? Чего? Чего? Да ничего. Сейчас готов в жопу, как говорится. Не, вообще, 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 вообще вот так вот просто. Здравствуйте. Два-три за две маны, бро. Таким кличем, бро. Мне кажется, что вот друидов 100% шанс выиграть на этом варе, но это вообще невозможно. Ну, именно... Кстати, даже не знаю, по-моему, любого друида можно выиграть. И рамп, и токен. Слишком жирные существа получаются. Конечно, может быть, не заход, но... Честное слово, от не захода страдать может любая колода. Обосрался. Чел немножко обосрался. Но это неважно, мы делаем просто 3-4 тела, которые превращаются в 5-3 тела. А, в 4-3, потому что мало существ с неполным здоровьем. Anyways. Даже если он делает сейчас нагу, это фигня ход. У нас потом раненый талбир выходит, и мощный удар. Да и вообще у нас трейды самые выгодные происходят. Там же плюс 1, плюс 2 дает, мы так бэмс. Слишком жирных существ вар может рано сделать за счет иступления в спылы, которые с иступлением офигенно сочетаются. Но у нас мулиган хороший, но не идеальный. То есть в идеале, как бы, не служители боли, а экстракторы анимы. Экстракторы анимы это вообще лютые чуваки. Если вы два таких успеете поставить, все, там конечное. Чего, ничего. Мы здесь... О май гад. А я даже ему дам добор, знаете. Я ему даже оставлю крестьянина. Слишком у нас много темпа, посмотри. Просто мужики такие стоят, такие пришли в качалку, такие, здорово. Че почем? Че почем? Ну и тут друид начинает стесняться, откисать, пукать что-то. Ага, ага. Да, да, да. Так, так. Ну. Теперь... Игра в топ-деке начинается. Есть игра в кальмара, есть игра в топ-деке. И вот игра в топ... Серьезно? Это карта из всей деки? Серьезно? Это карта? Ты что там умер? Из всех карт? В эту карту? В эту карту? Боже мой! Ты что делаешь? Дурилка! Вау! Не, ну... Тут даже... Тут даже я офигел. Но все равно... Хорошо, хорошо. Это очень ничего получилось. Мы смогли с... Служили для боли получить три карты. Кружающийся боец это очень сильная картинка тоже. Потому что... Ауешный дэмаж... А, еще! Еще! Одни семена сомнения. Я уже сомневаюсь, что этот друид... Вырос в полной семье. Да, давай. Ну, кстати, по-моему, ордер лул произошел. Сначала ты хочешь нагу какую-нибудь, условно, да? Только потом ты хочешь кастовать заклинание природы, чтобы больше бавдать. Решает не трейдиться. Ну, в принципе, логично. Зачем? Атака у этого агрессора не сбросится. Логично. Грязный повар. Грязный повар с грязной жопой. Угу. Ну, из всех обилок вспышка огня самая сильная здесь. Правда, если бы у меня была пушка в руке, я бы скорее семена облика брал, но... И здесь я сделаю... Ой, как я сделаю здесь? Нужно засейвить этого кружащегося бойца. Поэтому я вынужден делать такой ход. Мы его лишаем стола в любом случае. За счет грязного повара мы будем добирать карты. Две штуки кровавых катакомб за счет бафа. Должны, в принципе, этот стол вообще выносить. Да, у него нет ходов. Он просто сейчас, наверное, подождет еще один тапдек, чтобы выставиться и забафать. Ну, там мы ему это уже не позволим сделать никогда. Оставляю, естественно. Катакомбы под Ольгру! Под Ольгру оставляю! Какая замечательная девочка! Стоп, она вообще за... Подожди. За каждое существо... За каждое существо с неполным здоровьем! Я сейчас... О, боже. Просто... Просто покажи свой ход. Покажи свой ход, брат. Это вообще будет шок. Это самая большая Ольгра, мэйби, будет. Из возможных. Ну, одну... Ну, которую я делал... За все время игры на этой колодке. Наверное, она сейчас будет самая большая. Ого! Она пытается... Рамку карты сломать, смотрите. Пофиг на стол. Там этого стола сейчас не будет уже. Хм! Не, ну это не стол, это позор. Во! И пантеру. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Батик, ты в порядке? Немножко давайте поразбафаем их. Ну, покажи, что можешь. Давай. С учетом того лютейшего хайрола, через семена сомнения, в дар природы, в добор трех карт. Да, это не дало ему темпа, но тогда как бы и у меня темпа не было. Это все. Это братик на выход, реально. После такой Ольгры я бы просто насладился зрелищем и вышел. Ага. Да-да-да. Че ждал? Кого ждал? Что у меня интернет вылетит или что? Следующая катка, и мы с вами попали... Подозреваю, либо маг, либо рога. Я даже рога, чем маг. Почему? Объясню. Потому что на моем темпомаге... У меня топ-100, там, топ-9, на самом деле... А, темпомаг, реально. Честно. Хотел сказать, что на моем темпомаге вряд ли кто-то будет тут играть. Но, оказывается, будут. Нифига себе. Не считая ошибкой отдать прямо сейчас даже два мощных удара. Кто-то ремовал этого существа будет только под дикий огонь. И если этого не случится, то под усиленный топор мы будем... Блин. Ну это тильт. Ну что это такое? Ну что это такое вообще? Что это получается у нас? Блин, говно получается. Паунейшее говно. Ну покричите, конечно. Блин, это очень плохо. Это прямо очень плохо, если честно. Ну, маги панишат нашу колоду только вперед. Куча заморозок, куча контроля. Не так много бёрст-эмоджа, как было раньше. О боже. Но все равно неприятно, как видите. Есть экстрактор аниме, это очень круто. Я его даже забафаю сразу. И схожу в ледышку вот эту. Просто, чтобы он больше раз подбафал нашу Рокару. Экстрактор аниме это как раз-таки то самое существо, которое эту колоду нереально бафает. Если вы два таких можете выставить в начале игры, то считайте, что вы уже победили, скорее всего. Ну, главное, чтобы у вас, конечно, были существа в руке еще. Потому что никуда бафать эта штука, очевидно, не будет. Но не измерзнуть было п'найс. Крестьянин. Что творят, видите? Что творят, что творят? Блин, ну, обмен пойдет. Как бы Рокарочку бы выставить, да? Изменять бы этот кал. И поставить служить для боли гига разбафанного. Вот забавно было бы. Плюс усиленный топор будет еще гига прокачанный, блин. Мы обязаны так играть. Понимаю, что маг всегда сетапит самые лучшие размены для себя. Если мы темповать не будем, то как мы собираемся выигрывать вообще? Еще одно нераскрытое дело, боже. Это самая лучшая карта против агрессии вообще, которая может быть у мага сейчас прямо. Ну, служитель боли служит с кайфом. Я вам только так могу сказать. Естественно. Мага нет возможности сейчас замилить нашего служителя боли. И хард ремувала под больших существ тоже нет. То есть все, что он может сделать из такого, плюс-минус противного, это поставить Вардена. Берсерк. Хорошо. 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 Второй берсерк. Тоже хорошо. Так, он использовал... Так, и оно вернулось в руку. Угу. То есть это 6. В принципе, там может быть столько урона. То есть нам нужно арморап еще прожать за этот ход. Вот так вот. Он залутал шестерку. Подозреваю, что это будет... Стоп, шестерку. Он походу с костинами крутыми играет. То есть это может быть сборка. Я вижу просто крестьянина. Крестьянина нет в моем темпо маги. Есть шестерка, но, видимо, не Близзард. А Дитя Смерти. Но здесь она по столу ничего не делает. Делает только хуже. Мы должны в голове держать, что у него как бы морозное касание. А, ну да. У него два морозных касания. Потому что второе он дал неродное. То есть у него 12 урона. Сетапит летал. Интерстинг буатики. Мы, естественно, вокруг это вылетало обыгрываем. Начинаем ломать лицо. Здорово, здорово. Да, заднюю будет тройками забирать. Идите о смерти. Ну да. Точно идем в лицо. Точно идем этим в лицо. Точно. Ставим служителя. Точно вязаем обилку на эту, чтобы арморапнуться больше. ХП было. Насчет поваров пока Думаю. Можно дать Кружащегося бойца, но его нужно Подсетапить под усиленный топор Поэтому сделаем вот так Вот финли ставить не будем. Очевидно, потому что у нас обилка Опишная просто. Невероятно Замилить у нас никак не может. То есть каждый Добор со служителя боли нам будет В плюс. На следующий ход мы можем выставить Раз, два, восемь, десять Фулл мана и плюс под усиленный топор Это, о боже, сексуально Прикольно, что он морозит Этого служителя боли А, окей. Да, хороший сетап Однозначно хороший сетап Окей Бои силы еще не угасли Бои силы еще не угасли Бои силы еще не угасли Без боя Без боя Объясню просто тем, что Расчет на удар костена Предсмертный хрип в 3-6 3-6 уничтожает всех остальных У нас более чем достаточно хп Чтобы пережить эту напасть 18 у него 1, 2, 3, 4 12 урона 13, плюс 4, 17, 1 офф Тут уже считай 4 офф Ничего себе, снайпер Алло Как он так бьет The tables have turned, братикс Нет, только не Ольгра Только не Ольгра Ты что, сдурел? Да какой ты отар Успокойся Нет, да не Ольгру, брат Ты че? Какой кошмар Вау Нифига себе, ты мразь Хорошо, 4 демаджа 5-6 демаджа Столько демаджа нет Хотя ладно А, стоп Будет же Один раз показываю Один раз показываю А чем же еще Вот это игра Вот это победа, сука Просто Все использовал, все ресурсы Идеально, вау Слушай, ребят, ну а на этом триумфе над Фризмагом, который, конечно, играет на Рафосборке какой-то на темп в Фризмаге Но, ну, это был Все равно для нас плохой матчап Геймплей подходит к концу, если геймплей вам понравился То ставьте лайк, подписывайтесь на канал И, конечно же, не забывайте, что код Клода Вы сможете найти в описании и в моем телеграм-канале Вступайте, там почти 10 тысяч Участников. Что ж, ну а в качестве заключительных слов По поводу этой колоды хочу сказать, что на ней играть Невероятно весело, вы можете использовать Риморнию, конечно же Вместо Ольгры, либо вместо Ракары Но Ракара слишком сильная, можете как-то Попробовать поэкспериментировать с этой декой Темпа вар, это прям угарная тема Но, сами понимаете, винрейт не Самый лучший, хотя у меня 73%, но За 11 игр. 11 игр это не выборка Грубо говоря, да, то есть это чисто прикол Попробуйте запихнуть Громаша Попробуйте запихнуть Риморнию It's up to you, как говорится, 100% Рекомендую играть тем людям Которым не особо важен ранг Важно просто хорошенько потемповать Поржать, поугарать, повеселиться в игре Естественно, те, кто мейнет вара, очень классная дека Мне она нереально зашла Так что, надеюсь, она заведет и вам Ну а за микрофоном был Кэстоплагиат Огромное вам спасибо за просмотр И увидимся с вами на следующем стриме И в следующем ролике Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова